Этот день посвящен всем специалистам, профессионалам, начинающим и опытным работникам, которые любят свое дело, стремятся к совершенствованию навыков, углублению знаний и стараются внести свой вклад в развитие и благополучие нашего Подмосковья. Так охарактеризовал День труда губернатор Московской области Андрей Воробьев. В муниципалитетах региона проживают люди разных профессий, а всех нас объединяет желание развивать родной край. В Ленинском районе живут добросовестные, трудолюбивые граждане, которые по праву заслуживают, чтобы их труд был оценен. Накануне Дня труда Олег Кромов посетил несколько учреждений города Видное и поздравил его работников с праздником. Одним из них стала Видновская электросеть. Мне хотелось бы поздравить вас всех с наступающим праздником труда, который мы будем отмечать 16 апреля. И у кого будет возможность, я приглашаю в кинотеатр Искру на торжественное мероприятие и праздничный концерт. Я думаю, что мы с вами еще ударным трудом отметим праздник, выйдя на субботник 18 числа как на праздник. И, пользуясь случаем, я хотел бы вручить несколько благодарственных писем. Владимир Румянцев трудится в электросети уже более 20 лет и за эти годы не раз был отмечен за добросовестный труд. Коллеги его любят, руководство уважают. И, как признался сам Владимир, каждая грамота накладывает определенную ответственность и заставляет делать свою работу все лучше, чтобы оправдывать доверие. Будем стараться. Продвигаться же надо как на жизни и по работе. Далее Олег Хромов проследовал в Ленинский филиал Московского областного БТИ, чтобы работников и этого учреждения поздравить с наступающим праздником. Директор филиала показал руководителю района, как протекают рабочие будни сотрудников БТИ. И пригласил в свой кабинет, где Олег Хромов вручил самым достойным служащим благодарственные письма. Конечно, приятно, что это с ним на работе. В Ленинском районе празднование мероприятия, посвященное Дню труда, состоится 16 апреля в кинотеатре «Искра», где будет оценен труд еще не одного десятка высокопрофессиональных работников. Принять участие в мероприятии могут все желающие.